Время идет, меняются обстоятельства, образ жизни и вкусы людей, а значит архитекторы также не должны отставать и развиваться. Ведь то, что казалось хорошим решением вчера, может потребовать доработок и адаптации к реалиям сегодняшнего дня. Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на канал Струй Прогресс 31! И сегодня мы представляем вам обновленную версию проекта одноэтажного дома на три спальни под названием Парис, который был удачным, но одним из первых на нашем канале. Этот дом общей площадью 117 квадратных метров с открытым пространством гостиной и столовой, большой кухней с доступом в кладовую и отдельной постирочной. Детские спальни здесь изолированные от родительской, которая может похвастать собственной гардеробной вместо шкафа. В новой версии планировки мы применили опыт, полученный за время ведения канала, и оптимизировали проект по максимуму, используя доступную площадь и сократив расходы на строительство. Учтены и более широкие требования современной семьи к загородному дому для постоянного проживания. Дом стал лучше, но основная идея осталась неизменной. Рекомендую подписаться на наш канал, ведь каждую неделю мы готовим для вас новый проект дома, и возможно именно он окажется домом вашей мечты. Мы не первый год строим дома и готовим наши проекты так, чтобы строить по ним было легко и понятно. Каждый этап строительства расписан, а размер указан. В каждом проекте уже рассчитан объем строительных материалов, что позволит вам закупить все заранее и зафиксировать стоимость строительства. Подписывайтесь на наш телеграм и вконтакте. Сюда мы выкладываем планировки домов, делимся новостями и фото с наших объектов. Приобрести готовый проект или заказать индивидуальный вы можете на нашем сайте. Ну и по традиции мы начинаем с наружного обзора дома. В отличие от оригинального проекта дома Парис, который был полностью построен из газобетонных блоков, здесь мы использовали кирпич для облицовки. Кирпич до сих пор остается очень популярным материалом и для многих это символ надежности и долговечности. Мы здесь использовали стандартную расцветку, это кирпич светослоновая кость и темный кирпич на углах и в районе окон. Смотрится достаточно симпатично и при этом у каменщиков не возникнет никаких проблем и соответственно у вас не будет дополнительных расходов. На правый фасад у нас выходит одно окно, обеспечивающее свет в столовую зону. На задний фасад у нас выходит терраса. Как и в оригинале терраса у нас здесь располагается под общей кровлей. Такой вариант позволяет нам во-первых остеклить террасу, утеплить ее и вы сможете пользоваться ей в течение всего года. И в то же время у вас будет терраса сразу как вы построите дом. При этом никто не мешает нам предусмотреть легкий фундамент дополнительно и расширить нашу террасу. На задний фасад также выходят два окна детских спален. Для многих такой вариант предпочтителен, так как это обеспечивает дополнительную приватность. Левый фасад дома полностью глухой. Предполагается, что он будет располагаться ближе к соседу. В принципе у дома достаточно удачная компоновка. Если этот фасад будет находиться ближе к соседу, то терраса обеспечит обзор на весь задний двор. Окно родительской спальни и кухни выходит на передний фасад, так как и два окна технических помещений. В целом передний фасад у нас получился симметричным и вкупе с симметричной облицовкой смотрится очень даже интересно. С одной стороны дом достаточно простой, с другой стороны выглядит он достойно. Разумеется, у нас выполнено крытое крыльцо. При желании его также можно остеклить. И с учетом того, что мы здесь увеличили свесы кровли, мы имеем большую поверхность входной группы, защищенную от осадков. Ну а теперь давайте пройдем в дом и побудем в роли будущих гостей. Мы заходим и попадаем в прихожую. Прихожая не маленькая, слева есть место и для гардеробного шкафа, и для стенки прихожей. И остается место справа под обувную полку или для небольшой скамьи, где можно присесть и спокойно переобуться. Первая дверь направо это котельная. Котельная у нас здесь необычная, она по сути сквозная и можно из котельной пройти сразу на кухню. Это будет удобно для тех, кто жалуется, что неудобно носить пакеты с едой на кухню через весь дом. Здесь вы можете пройти с пакетами сразу в котельную, оставить их возле двери, а потом уже из кухни забирать еду после того, как вы, например, переоденетесь. Также, разумеется, здесь расположено все необходимое оборудование, можно хранить здесь все, что нужно для уборки и можно использовать часть котельной как кладовую для кухни. В целом, на наш взгляд, котельная при входе это всегда удобно. Мы выходим из прихожей и здесь по правую сторону у нас располагается зона гостиной. По левую же сторону расположена зона спален, так называемая приватная зона. Дверь прямо это гостевой санузел. Гостевым его можно назвать условно, так как, по сути, это полноценный санузел со своей душевой нишей, умывальником и, конечно, унитазом. В доме всего два санузла, так что нам показалось не лишним предусмотреть гостевом санузле душевую, чтобы никому не приходилось по утрам стоять в очереди в душ. Также в доме имеется полноценная ванная. Она небольшая, но здесь помещается ванная, умывальник любого размера, ну и, разумеется, опять же, унитаз. В оригинале у нас было три санузла, но нужно понимать, что это дополнительные расходы и мы сократили их количество. Мы проходим в родительскую спальню. Здесь помещается большая двуспальная кровать, есть место для рабочего стола или вот такого дамского столика и изюминкой этой спальни можно назвать достаточно большую гардеробную. Здесь у нас есть место для шкафов слева, для шкафов или стеллажей справа и даже освобождено место отдельно под зеркало. В принципе, я думаю, проблем с хранением в этой спальне точно не возникнет. Еще одна функция этой гардеробной – это создание так называемой буферной зоны между детской и родительской спальнями. Мы заходим в первую детскую. Здесь у нас полуторная кровать. Здесь у нас будет расположен рабочий стол и есть место для гардеробного шкафа. Также остается свободное пространство. Вторая детская спальня у нас находится рядом. Здесь мы расположили односпальную кровать. Также здесь расположен рабочий стол и гардеробный шкаф. Как уже говорилось, окна детских спален выходят на задний двор. Особенностью этой приватной зоны можно назвать наличие отдельной постирочной. Это небольшое, но полезное помещение, где будут располагаться стиральная машина, сушильная машина. Здесь можно кладить белье. Окна здесь нет, но мы предусмотрели вентиляцию через кровлю. Очень удобно, что постирочная находится в зоне спален, то есть не придется через весь дом таскать белье или грязную одежду. В целом в доме в лучших современных традициях разделены приватная, дневная и техническая зоны. Мы проходим в дневную зону. Здесь у нас располагается гостиная, большой диван, кресло и напротив ТВ стенка. Также остается место для обеденного стола. Ну и теперь давайте рассмотрим кухню. Кухня у нас выполнена с одной стороны заодно с остальными помещениями и столовой, с другой стороны ее можно полностью отделить. Кухня достаточно большая, здесь много рабочих поверхностей. Мойку мы расположили перед окном, но ее можно перенести, тогда у вас получится сплошная рабочая зона, где будет удобно подготавливать еду. Ну и нельзя забывать, что из кухни у нас есть выход в котельную, которую мы будем использовать для хранения всей бокалеи. В принципе площадь кухни позволяет нам расположить дополнительно небольшой стол посередине. Он не будет мешать проходу в котельную, можно будет спокойно ходить от мойки к холодильнику, но для презентации мы оставили это пространство пустым. Единственное слабое место этого проекта, на мой взгляд, это небольшое расстояние между диваном и обеденным столом. Придется задвигать стулья, но я думаю это вполне нормальная практика. В то же время, если расширить гостиную за счет террасы, мы получим настолько много пространства, что эти проблемы просто уйдут. Но делать террасу под общей крышей или под отдельной, это уже дело вкуса и не потребует значительных вмешательств в проект. Так мы получаем небольшую, но очень функциональную террасу. Причем нам не придется доделывать ее отдельно, она у нас уже будет готова по факту строительства дома. И вы сможете обедать или завтракать на свежем воздухе, как и положено владельцу собственного дома. Ну а теперь давайте рассмотрим планировку с более привычного ракурса. При входе мы попадаем в прихожую 6 квадратных метров. Справа от нас дверь в котельную также 6 квадратов. К нашим услугам гостевой санузел 3 квадратных метра. Кроме этого имеется ванная, чуть больше 5,5 квадратов. В доме 3 спальни. Родительская 13,5 квадратных метров, не считая гардеробной почти 5 квадратов. Детские 14 и 12 квадратных метров. Площадь постирочной 3,5 квадратных метра. Переходим к дневной части дома. Площадь гостиной и столовой 28 квадратных метров. Кухня 11 квадратов. Площадь террасы 15 квадратных метров. В доме 2 несущие стены, позволяющие нам использовать деревянные балки перекрытий. Вот такой проект относительно небольшого одноэтажного дома, который вмещает в себя все необходимое для комфортной жизни с семьей. Мы будем время от времени возвращаться к нашим давним планировкам, дорабатывать их и делать обзоры новых версий. В нашем телеграм вы можете наблюдать за нашими текущими работами. Также мы выкладываем фотографии построенных домов от подписчиков. Мы желаем каждому нашему зрителю точно знать, каким должен быть дом его мечты и, самое главное, иметь возможность построить его. Большое спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова